В подвале темно и сыро. Пахнет сосной, кислой капустой и плесенью. Леня распахивает дверь подвала настиж. Геша закладывает под дверь конец веревки и прижимает его кирпичом. Ребята, медленно затаив дыхание, идут по узкому длинному проходу по обеим сторонам сарайчики жильцов. Луч карманного фонарика прыгает с одного сарайчика на другой, выхватывая из темноты надписи, сделанные мелом. Квартира 3, квартира 5, квартира 7. Ребятам нужен сарайчик с надписью «Квартира 11». Они находят его в боковом проходе. Леня на секунду выключает фонарик. И все тонет в полной тени. Отсюда не видно даже открытой двери подвала. Повозившись с ключом, Геша снимает замок. Они заходят в сарайчик. Аккуратно сложенная поленница дров, катка с капустой, сломанный пылесос, при виде которого Геша испытывает некоторую неловкость, здесь не обошлось и без него. Где же сундучок дяди Пети? Вот он шепчет Геша и показывает за поленницу. Леня подходит ближе. Действительно, сундучок. И какое счастье, он не заперт. Леня берется за верхнюю крышку. Осторожно, шипит Геша. Адская машина. Но поздно. Леня уже откинул крышку. Никакой тут машины нет. Разочарованно произносит он. Одни тетради. Он начинает выкладывать тетради сундучка. Уже целая кипа выложена, а машины все нет. И вот последняя тетрадка ложится на землю. Сундучок пуст. Ну что, спрашивает Леня, где твоя машина? Геша не отвечает. Он шарит под днищу сундука, стучит зачем-то по нему пальцем, даже обнюхивает. Все ясно, наконец, говорит он. Двойное дно. Эх, жаль, нет у меня с собой подходящего инструмента. Тут Леня выходит из себя. Какое двойное дно? Че ты треплишься? Он опрокидывает пустой сундучок и просовывает в него фонарик. Сквозь щели в дне сундучка на потолок ложатся полосы света. Значит, я ошибся, самокритично произнес Геша. Адскую машину дядя Петя в другом месте спрятал. Что ж, и бумажки пригодятся. Он вырывает лист в тетради и засовывает себе в карман. А бумага зачем удивляется, Леня? Геша внутренне торжествует. Ага, совсем как доктор Ватсон. Тот тоже всему удивлялся, обо всем расспрашивал. По почерку я определю характер. Понимаешь? Веселый человек или скучный. Ну и разное другое. Это я по буквам узнаю, как они написаны. Криво или прямо. Жирно или чуть нацарапано. Каждая буква что-нибудь говорит. Каждая буква? А если у И палки в разные стороны, это что значит? Великий сыщик Шарла Комс по почерку мгновенно определял характер. А как это делать в книжке, почему-то не говорилось. Но если сейчас помолчать, то Ленька подумает, что он соврал. И Геша произносит поучающим тоном. Не знаешь, если у И палки в разные стороны торчат? Кто написал? Тут хвостун. Понятно? Тут Ленька неожиданно начинает смеяться. Сначала тихонько, потом все громче и громче. Ха-ха! Ох, не могу! А ты забыл, что Елена Дмитриевна тебя сказала? Что у твоих И палки в разные стороны, как у плохого лыжника. Значит, ты хвостун, сам сказал. Леня плюхается на сундучок и смеется, размахивая руками. Электрический луч, как солнечный зайчик, прыгает по стенам. И вдруг сразу становится темно. Ленька перестает смеяться. Геш. А, Геш. Виноват, произносит он. Я, я ударил рукой по полену и выронил фонарик. Они долго шарят темноте по полу, но ничего не находят, кроме щепок и камешков. Есть, говорит Леня. Нет, не фонарик. Что-то другое. Маленькое. Вроде цилиндрика. Клади в карман, советует Геш. Как выйдем, рассмотрим. Наверняка что-нибудь важное. Но вот Геш нащупал фонарик. Он не зажигается. Что теперь делать, спрашивает Леня упавшим голосом. Вот. Заныл уже. По совести говоря, Геше самому тоже не весело. Страшно здесь в темноте. Хорошо, что он догадался взять с собой веревку. Теперь на нее вся надежда. Держись за меня, говорит он Лени. Ребята выходят из саранчика. Геша ощупью запирает замок и движется к выходу, перебирая рукой веревку. Вот поворот. Впереди мелькает светлый четырехугольник. Выход из подвала. И вдруг четырехугольник исчезает. Кто-то захлопнул дверь. Откройте! Откройте! Кричит Геша. Он бросается вперед и толкает дверь обеими руками. Но она не открывается. Кричит Геша.